Сегодня в зале администрации района состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения под председательством Заура Хамирзова. На заседании присутствовали начальник отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения Аслан Дауров, директор Кашхабского Дарсу Ибрагим Шавенов, главы сельских поселений, начальники управления администрации района. Всего членами комиссии было рассмотрено пять вопросов о состоянии аварийности на территории Кашхабского района за 2017 год и принимаемых мерах по снижению количества дорожно-транспортных происшествий доложил начальник ОГИ ВДД Аслан Дауров. За 11 месяцев 2017 года на территории Кашхабского района зарегистрировано 29 происшествий, аналогичный период прошлого года 27, при котором погибло 9, аналогичный период прошлого года 10, и 25 человек получили телесное поражение, аналогичный период прошлого года 31. Основными видами ДТП, зарегистрированных на территории Кашхабского района, являются съезд в прожжей части дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. Это три факта наезд на пешехода, три факта наезд на велосипедиста, из них со смертельным исходом один. Стоит отметить, что основными причинами ДТП явились несоответствие скорости к конкретным условиям, недисциплинированность водителя, управление транспортным средством в состоянии от угольного опьянения. В пяти случаях дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на территории Кашхабского района, водители находились в состоянии опьянения. В целях снижения количества ДТП и профилактики нарушений ежедневно ведется работа как при надзоре за дорожным движением, так и по линии пропаганды безопасности дорожного движения. Директор Кашхабского ДРСУ Ибрагим Шевгена в своем докладе подробно рассказал о состоянии автомобильных дорог местного и республиканского значения и готовности к эксплуатации техники в зимний период. Кашхабский ДРСУ в соответствии с государственными контрактами, заключенными с управлением АДГ «Автодор» по результатам открытых авиационных на выполнение работ по ремонту и содержанию автодорог осуществляло в текущем году дорожную деятельность на республиканской автодорог общего пользования района общей протяженностью 170 км. Автомобильные дороги общего пользования по условиям движения и доступа на них транспортных средств в соответствии с ГОСТом Р-523-98 классификация автомобильных дорог основные параметры и требования разделяются на три класса – автомагистраль, скоростная дорога и дорога обычного типа. Автомобильные дороги общего пользования Кашхабского района относятся к дорогам обычного типа и подразделяются на дороги 3-й и 4-й технической категории. Для поддержания транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог обеспечения непрерывное безопасное движение по ним автомобилей с учетом возрастающей интенсивности движения и нагруза необходимо своевременное выполнение различных видов дорожно-ремонтных забот. По третьему вопросу повестки дня докладчиком выступила начальник управления образования Сиат Берзегова, которая в свою очередь доложила о проделанной работе управлением образованием по безопасности дорожного движения за 2017 год. В целях обеспечения безопасности учащихся и воспитанников образовательных учреждений муниципального образования Кашхабский район по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде и соблюдению правил дорожного движения, совершенствовании работы по предупреждению ДТП с участием детей и подростков в воспитании законопослушных участников дорожного движения. За отчетный период 2017 года управлением образованием проводилась определенная профилактическая работа. Каждым образовательным учреждениям определены ответственные лица за обеспечение дорожной безопасности, прошедшие аттестацию в специализированной организации по учебным программам на знания нормативных актов, обеспечивающих безопасность дорожного движения на автомобильном транспорте. Они же ежедневно проводят акты обследования технического состояния транспортного средства с внесением записи в журнал, проводят дополнительные инструктажи с водителем, обучающимися сопровождающими. С начала нового 2017-2018 учебного года по плану, разработанному руководителями образовательных учреждений, в сентябре 2017 года проведены учебные занятия, направленные на профилактику и предупреждение дорожно-транспортного травматизма с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений, изучение правил дорожного движения, правил поведения на улице и дорогах. Во всех образовательных учреждениях разработаны и утверждены паспорта дорожной безопасности, оформлены и размещены схемы безопасных маршрутов движения детей в местах, доступных для восприятия детей и родителей. Разработаны с обучающимися начальных классов при участии родителей индивидуальные схемы безопасного маршрута движения детей «Дом-школы-дом». Осяд Берзикова в завершении своего доклада отметила, что только совместными усилиями, используя знания воспитателей и родителей, их терпение и такт, можно научить детей навыкам безопасного общения со сложным мером перехода улиц и дорог. На заседании также были рассмотрены вопросы, касающиеся оснащения системами уличного освещения сельских поселений и профилактической работы с гражданами, лишенными водительских прав в состоянии алкогольного опьянения. По данным вопросам выступили главы сельских поселений.